Проекты в сфере образования, если брать институты, там высшие учебные, средние учебные заведения, там все хорошо, все работает. Если берем школы, то там не все так радужно. Там проекты очень часто буксуют, особенно по Венам. Хоть там у Сбербанка есть ладошки, они нас тоже к этому проекту хотели привлечь, но мы там немножко оказались от этого, да, мы их консультируем, в основном они там делаются на сканерах Fujitsu, но тоже там проект еще не такой радужный, как на сайте Твербанка. В чем особенность? Потому что всю разработку и мы, и наши коллеги делают, исходя из того, что ладошка взрослого человека, рассчитана на ладошку взрослого человека. У школьников размер ладошки, он очень сильно отличается. У первоклассники одна, у одиннадцатиклассника совершенно другая. То есть это надо все учитывать, это нужно там очень серьезно допиливать алгоритмы, и поэтому в школах у нас пилоты сейчас буксуют. Есть у нас компании из Питера, которые занимаются системами оплаты питания в школах. Вот они, в частности, есть и другие компании, которые тоже, глядя на Сбербанк, решили это все реализовать, но там все не очень так хорошо. Поэтому вот если где-то там у вас будут школы, по крайней мере проконсортируйтесь с нами, прежде чем давать обещания. Что касается пальцев в школах, то опыт наших проектов, что где-то там 15-20% детей имеют постоянные проблемы с опечатками пальцев. То у них займешься, то он там на какой-то секции занимается, что-то еще. И, как правило, большинство проектов в школах покупаются на деньги родителей. И когда 20-15% родителей начинают возмущаться, что я там заплатил 5000 рублей, а моему ребенку выдали карточку, потому что у него плохие пальцы, он начинает требовать с директора вернуть эти деньги. Соответственно, директор терроризирует наших партнеров, которые внедрили этот проект. Таких случаев было достаточно много. Конечно, есть там школы, которые внедрили это все за какой-то там муниципальный счет и так далее. И они более-менее нормально к этому относятся, к тем проблемам, которые есть. Поэтому проекты школы, да, они интересны и востребованы. И многие хотят отказаться от карточной системы, потому что там дети теряют. Но мы вот советуем вам подумать несколько раз перед тем, как ввязываться в такой проект. Продолжение следует...